Всем здравствуйте! Всех рада приветствовать все седьмые классы. И седьмой А, и седьмой Б, и седьмой В. Как обычно, четвертый урок это алгебра. Ребят, завтра мы с вами отдыхаем, то есть математики у вас завтра нет, но в четверг это день геометрии. И давайте договоримся, каждый четверг без напоминаний это день геометрии. Ничего не видно? Ну, тогда мы сейчас начнем работать с монитором. Так, сейчас видно? Замечательно. Спасибо, ребят. Если что-то будет такое экстраординарное, вы уж, пожалуйста, мне пишите. Тогда мы примем меры. Итак, мы продолжаем тему сравнения выражений. Вчера мы начали эту тему, сегодня продолжаем. Поэтому мы научимся, продолжим учиться сравнивать значения числовых и буквенных выражений. Повторим знаки неравен значения, но и также будем закреплять материал решением задач. Сразу обращаю ваше внимание на домашнее задание. У вас сегодня два домашних задания. Первое вы получите через Я-класс. Ребят, домашнее задание будет действительно до 10 часов вечера. Ваше вчерашнее домашнее, сегодняшнее, закончится в 10 часов. И кроме того, вы получите номера по алгебре, седьмой класс Макарычев, они перед вами. Это 48, 51, 52. Оценочный лист. Это за 14 сентября. Кочуманов, Актан и Маликов, например, поздравляю. Молодцы. Вы были самыми быстрыми в счете. В раскрытии скобок вы получаете пятерки. А также Шефер, Доктор Бегов, Шакиров, Морад. Очень много внимания и на ненакорректное составление задачи. Поэтому оценки вот такие. Так, и прежде чем мы начнем с вами урок, я хочу обратить ваше внимание на следующее задание с Я-класса. Вот я прям взяла конкретный пример, потому что проверяя ваше домашнее, я увидела, что больше всего затруднений вызвало вот это значение. Да, вот это задание. Давайте его все вместе разберем, чтобы больше мы к этому не возвращались. При каких значениях перемены имеет смысл выражение? Выражение у нас такое. Частное М и разность 9М минус 81. Ну и, соответственно, вам в Я-классе были предложены уже варианты готовых ответов. Давайте с вами поступим таким образом. Почему-то, я не знаю по какой причине, все вы отвечали четвертой номер. Но не все, большинство. При любых значениях переменных, кроме М равного нулю. Давайте посмотрим, так ли это. Ну, просто вот, что бы вы стали делать? Мы берем значение М, равное нулю, и подставляем в нашу дробь. Что бы мы получили? Ноль в числителе, а в знаменателе мы бы получили минус 81. Тогда выходит, что я ноль не могу делить на минус 81? Ну, это же неправильно. Ноль мы можем иметь, можем делить на любое число, и это выражение имеет смысл. Когда выражение не будет иметь смысла? Когда что в математике недопустимо? Недопустимо деление на ноль, да? Поэтому четвертый ответ был бы неверный. А какой бы был верный ответ? Вот посмотрите еще раз, пожалуйста. Ну, конечно, первый. То есть выражение имеет смысл. То есть его можно посчитать всегда, кроме М, равного 9. Почему? Да потому что если мы подставим 9 в знаменателе, мы получим ноль в знаменателе. То есть мы получим деление на ноль. А на ноль делить нельзя. Обратите, пожалуйста, внимание, ребят, на это задание. Ну, а мы с вами идем дальше. Так, что-то у меня тут зависло. И не двигается. Так. А теперь мы с вами поработаем устно. У вас также есть возможность получить оценки. Значит, мы сейчас будем сравнивать значения выражений. И первые выражения, которые мы будем сравнивать, они числовые. Вот дано первое задание. Сравнить два выражения. 5,7 умножить на 3 и 51,3, деленное на 3. Нам нужно их сравнить. Для того, чтобы сравнить данные выражения, что мы должны сделать? Ну, я вижу уже ваши ответы. И я фиксирую первых три правила. Значит, мы считаем 5,7 умноженное на 3, это 17,1. Второе выражение при счете тоже дает 17,1. Вам надо было мне показать числовое выражение, числовое значение этого выражения. То есть не только знак. Вот. А чему это равно? Поскольку 17,1 равно 17,1, мы получаем выражение равное. Значит, первое выражение равно второму выражению. Числовые выражения равны. Идем дальше. Давайте сравним еще одни значения числовых выражений. Значит, вы мне пишите ответ для первого выражения, ответ для второго выражения. И сравниваете полученные ответы. Ну и, соответственно, мы сравним то, что нам нужно было сравнить. Считаете, да? Что-то я не вижу ответов. Первое меньше. Давайте будем проверять. Значит, значение первого выражения 30. Но мне нужно было, чтобы вы и второе выражение посчитали, ребят. Второе выражение 45. Имеет числовое значение 45. И, значит, сравнивая два числа, 30 и 45, естественно, мы делаем вывод, что первое выражение было меньше второго. Идем дальше. Теперь мы постараемся сравнить буквенные выражения. Или, как мы говорим, выражения с переменными. Нам дано два выражения. Вы их видите. И даны значения А. Подставляем вместо А минус 10 в первое выражение, получаем ноль. Во второе выражение вместо А минус 10, если мы подставим, получаем минус 100. И что мы сравниваем? Мы сравним ноль и минус 100. Минус ноль не бывает, Эрбол. Смотри внимательно. Первое выражение будет больше второго. Почему? Потому что ноль больше любого отрицательного числа. Совершенно верно. Берем второе выражение для А. Значение выражения А равно нулю. Подставляем вместо А ноль. Получаем 10. Во второе выражение подставляем ноль. 10 умножить на ноль будет ноль. Сравнивая 10 и ноль, получаем, что 10 больше. Значит, первое выражение больше. И третье числовое значение для А – это 10. Вместо А, если мы подставим 10, что мы получим, ребят, с вами? Первое выражение будет равно 20. Второе выражение будет равно 100. Сравниваем 10 и 100. И получаем, что какое у нас первое выражение больше. Вот таким образом происходит сравнение буквенных выражений. Я думаю, что всем все понятно. Мы можем работать дальше. А дальше готовьте свои тетради. Теоретически и практически. Пока я переключаю экран. Так, скажите мне, когда будет видно. Так, всем все видно? Да, все видно. Отлично. Значит, вы приготовили теоретические, практические тетради. И нам понадобится для работы учебник. Стандартный ваш учебник. Это Макарычев, 7 класс. Итак, в теоретических тетрадях мы пишем тему сравнение. Сравнение. Давайте-ка я лучше фломастером буду писать. Так, наверное, будет лучше видно. Сравнение. Это тема наших двух уроков. То есть сегодняшнего и вчерашнего. Для начала повторим знаки сравнения. Что мы с вами говорили? Мы говорили вчера, что знаки сравнения могут быть строгими. Подскажите мне, какие знаки мы называем строгими? Для сравнения, какие знаки строгие. Жду ваших ответов. Больше и меньше. Совершенно верно. Спасибо, Пик Тур. Знак больше и знак меньше. И все ставим тире. Пишем, что эти знаки у нас строгие. Строгие. Да? И, соответственно, есть знаки нестрогие. Что значит нестрогие знаки? Когда мы подключаем еще один знак к ним. Больше или равно. Меньше или равно. Соответственно, это знаки какие? Нестрогие. Строгие и нестрогие. Теперь, значит, я прошу вас мне комментировать математическую модель, которую я пишу. Вот я вам пишу такое выражение. А больше нуля. А я хочу, чтобы вы мне рядышком у себя в теоретических тетрадях и мне тоже на экран вывели, что это значит на математическом языке. А больше нуля. Какие числа я обозначила здесь? Скажите мне, пожалуйста, а больше нуля. Что это будет значить? Нет, я не прошу вас написать числа, которые больше нуля. Вот я пишу, что это значит, что а тире положительное число. Положительное. Ну и таким образом, я думаю, вы логику поняли. Дальше будем писать все вместе. А меньше нуля. А меньше нуля. Значит, что я напишу сейчас? А меньше нуля. А отрицательное. Совершенно верно. Если я хочу сказать про отрицательные числа, я могу сказать, что а меньше нуля. Идем дальше. А больше или равно нуля. Что будет обозначать эта запись, ребят? Пожалуйста. А больше или равно нуля. Что это означает? Нейтральное? Нет, я не согласна, чем вы. Вот Нур-Султан совершенно прав. А не отрицательное. Я не пишу, я только вам диктую. Вы пишите, что а больше или равно нуля. Вы ставите, что а не отрицательное. Действительно. Почему оно не отрицательное? Потому что ноль – это число без знака, и мы берем все остальные положительные числа. Ну и, соответственно, нам что осталось написать? А меньше или равно нуля. Что означает эта математическая запись? Спасибо, Оксан. Это означает, что а не положительное. Все. Теперь начинаем работать с примерами. Задание такое. Нам нужно сравнить. Значит, мы сейчас будем сравнивать два выражения. И, кстати, вот пример, который я вам подобрала, он будет перекликаться с работой в Я-классе, но там немножко звучало задание по-другому. Все писали, да? Сравнить два выражения. Первое выражение таково. 42,9 умноженное на 5 восьмых. 42,9 умноженное на 5 восьмых. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на запись. За лето, даже Артем не писал, многие разучились писать. Значит, вы пишете знак умножения, дробную черту на одном уровне. Минус 2,9 умноженное на 5 восьмых. Это первое выражение. И второе выражение таково. 3,4 умноженное на 7,3. И плюс 3,4. Нет, я неправильно говорю. А, ну да, правильно, 3,4 умноженное на 4,7. Вот мне нужно сравнить два выражения. Мы будем сравнивать. Вот так и поступим. 3,9 умноженное на 5 восьмых. Минус 2,9 умноженное на 5 восьмых. Вот аналогичное задание было в Я-классе, только там было написано. Вычислите рациональным способом. Ребят, у меня к вам вопрос. Услышьте меня. Вы бы стали делать пример по действиям? То есть расставили бы действия и стали считать? Еще раз спрашиваю у вас. Ребят, вы бы стали, как производить счет? Если бы вы не стали считать? Вот, вот, совершенно верно. Используя распределительное свойство умножения. Посмотрите, какая здесь особенность. Дробь 5 восьмых повторяется два раза. И в первом умножении, и во втором умножении, значит, я могу вынести за скобку 5 восьмых. Также в скобках останется что? 42,9 минус 2,9. Получается 5 восьмых. И получается вообще устный счет. 5 восьмых умножить на сколько? На 40. Я могу сократить. И в ответе в результате получается у меня какое число? Подскажите мне, пожалуйста. 8 и 5 сокращается. Это будет 5, да, 25. Спасибо. Получаю 25. Аналогично. Надо было выписать второе выражение. И посмотреть, как оно решается. А здесь какая бы была особенность, ребят? Вот во втором выражении. Что здесь? Здесь тоже я вижу 3 четвертых и 3 четвертых. Значит, я могу вынести, совершенно верно, Эверина, спасибо за скобки, общий множитель. И давайте в уме просчитаем уже это выражение. Значит, я выношу 3 четвертых. В скобках осталось бы 7,3 плюс 4,7. Так, чтобы получилось у меня 3 четвертых, пришлось бы умножать на что? На какое выражение? На 9. А, это вы мне общий ответ говорите. Да, я бы умножила на 12, сократила бы 12,4 и в итоге получила бы 9. Ну, а теперь все элементарно, да, все просто. 25 и 9 мы сравниваем, 25 больше, чем 9. Значит, вы возвращаетесь к своему исходнику, к первому выражению и ставите знак больше. Что первое выражение больше второго. Так как мы работаем с вами в теоретических тетрадях, то в теоретических тетрадях я вам разрешаю использовать маркеры, фломастеры, яркий цвет, для того, чтобы вы выделяли то, что вам нужно. Про замазку, Артем, мы говорили, что замазкой пользоваться нельзя. Ни в теории, ни в практике. Идем дальше. Значит, мы разобрались со сравнением выражений. А теперь я дам задание на устное сравнение. И опять, когда закончится урок, просмотрю первых три правильных ответа и, естественно, оценю. Значит, мне нужно сравнить следующее выражение. 2,1 минус 5,8 и 2,1 минус 1,7. Пожалуйста, сравните два выражения. Напишите, какое из них больше. Жду ваши ответы. Так, Артем пишет, что второе больше. Справа больше. Так, давайте разбираться, почему это задание было устным. Все, я поняла, я приняла ваши ответы. Уже три правильных ответа было. Ребят, давайте посмотрим, нужно ли нам было считать. Вот действительно взять, выписывать эти два выражения и просчитывать, как мы это делали раньше. Этого делать не нужно было. А почему? Кто мне это объяснит? Почему этого делать не нужно было? Можно было в уме это посмотреть. Потому что я сразу вижу, что здесь у меня результатом было бы какое? Отрицательное число. Правильно же, да? Потому что у меня отрицательное число больше. Мы от модуля большего отняли бы модуль меньше и получили бы отрицательное число. А результатом второго выражения было бы число положительное, да? Поэтому даже сравнивать нечего. Положительное всегда больше и отрицательное. Вот именно поэтому это... Да, да, да. Справа положительное, слева отрицательное. Мы знаем правила сравнения этих выражений. Идем даже тоже на устный счет. Вот такое выражение. 56. Но вы записываете вместе со мной. Деленное на 7 вторых. И 56 умноженное на 2 седьмых. Пожалуйста, сравните два заданных выражения. Сравните два заданных выражения. Значит, 56 деленное на 2 седьмых. 56 умноженное на 2 седьмых. А, ну вот, вижу. Молодцы. Как из рога изобилия цепятся ваши правильные ответы. Они равны. А почему? Потому что при делении, да, если бы мы смотрели, мы бы дробь перевернули и получили бы умножение. Да, и в данном случае, конечно, данные выражения равны. Замечательно. Хорошо. То есть с устным счетом мы с вами справились. Кстати, это по учебнику был номер 51. Сравнить выражения. А мы с вами идем дальше. И рассматриваем следующее выражение. Тоже, которое нужно мне сравнить. Два выражения. Они буквенные. Значит, первое выражение такое. А, это номер 51b. 3 минус с. Это первое выражение. 3 минус с. И второе выражение. 4c минус 5. Вот два выражения. Скажите, можем ли мы их сравнить вот по той записи, которую я сейчас вам дала? Как вы считаете? Нет. А почему нет? Почему я не могу сравнить два этих выражения? Вот Артем говорит, что да, могу сравнить. И Биктор считает, что можно сравнить. А как вы собираетесь их сравнивать? Можно меня спросить? Можно мне вас спросить? Как вы собираетесь их сравнивать? Конечно, Артем прав. Все зависит от переменной. Это же буквенные выражения. А как вы можете их сравнить, когда вам не дали значение переменной? Совершенно верно. Надо получить значение переменной. Так вот, вам сказано, что c равно 1,6, c равно 3, ой, минус 3, извините, пожалуйста. И третье выражение для c, c равно минус 6. Вот теперь задача поставлена корректно. Мне нужно сравнить заданные выражения при каких-то заданных значениях переменной. Я сравню при c, равном минус 3. Давайте посмотрим. Вот я возьму c равно, и как вы будете писать, да, сразу правило записи. Вы пишете c равно минус 3. И начинаем разбираться с первым выражением и со вторым выражением. Что я получу? 3 минус. И видите, еще один знак минус. Получается 3 минус минус c, да? То есть 3 минус минус 3. Ну, я так и напишу. 3 минус минус 3. Это 6. Второе выражение берем. 4 умножить на минус 3. Так, 4c минус 5 и минус 5. Сколько мы получим? 4 на минус 3 минус 12, минус 5 минус 17. Мы сравниваем два числа, да? 6 и минус 17. Вы так и пишете. 6 и минус 17. Второе выражение у меня меньше, значит, первое больше. Поэтому при c равном минус 3, да? Так вы и пишете в итоге. Теперь же мы должны записать с вами вывод. При c равном минус 3, мы имеем, что 3 минус c больше, чем 4c минус 5. При c равном минус 3, 3 минус c больше, чем 4c минус 5. Вот видите, как вы были неправы, когда говорили, что можно сравнить значение буквенных выражений просто по внешнему виду. По внешнему виду нельзя сравнить. Нам же не дали какое значение c. Теперь давайте сравним при c равном минус 6. Предлагаю вам это сделать самостоятельно. Пожалуйста, посмотрите. Если c равно минус 6, посчитайте, что будет больше. То же самое, первое выражение будет больше, потому что оно будет положительным. Даже в уме мы можем сказать, ну, то есть устно просчитать, что 3 минус минус 6 – это 9. А дальше, в принципе, ребят, смотрите, я 4 умножаю на минус 6, получаю отрицательное выражение. Еще минус 5 – тоже отрицательное. Значит, у меня будет отрицательное выражение. Положительное всегда будет больше, чем отрицательное. И мы не сравнивали эти буквенные выражения при c равном 1,6. Ну, вот мне пишут, что они при 1,6 будут равны. Но надо это проверять. Надо это проверять, надо считать, смотреть. Сколько у нас времени осталось до конца урока? Кто следит? 30 секунд? Ого! Минута. Значит так, ребят, домашнее задание вы получили. Мы с вами сегодня разобрали, как сравниваются выражения числовые. Ну, это гораздо проще, чем сравнивать буквенные выражения. Вы просто берете счет и сравниваете выражения. Если мы сравниваем буквенные выражения, то, естественно, вам должно быть дано значение переменной. И тогда, только подставляя, мы будем получать какие-то ответы. Вижу, что вы прорешали с 1,6, что эти выражения равны. Всем до свидания. Всем спасибо за урок. Готовьтесь к геометрии. И, пожалуйста, не забудьте про ваше домашнее задание. Да, кстати, ребят.